Мы подходили до Майдана, а уже я вижу, что на улице Институтске снова начались активные действия со стороны беркутовцев. Сразу получается ответ со стороны майдановцев, а только беркут начинает делать, что активно здесь сразу летят камни, сразу адекватная реакция отсюда. Ребята со спидной ТВ пишите мне, пожалуйста, в чат, мне очень сложно читать, брать телефон. Червоноградская сотня напротив МДА. Просто выходите. С Одессы выехали 4 автобуса и Тетушев. Все нам не страшно, выехали наши 8 автобусов за ними наши. Не выходит на связок Шевчук Григорий Володимирович. Видите, ребята поддерживают оборону. Ну а Беркутов стоит сейчас на том месте, в котором стоял вчера. У палатки на ТВ. Я хочу попросить еще ближе у нас связок. Друзья, кто знает Шевчука Григория Володимировича, хай Володькова наберет своего брата. Он его даже шукает. Так что Медведь Толик. Вот пока... Медведь� Толик. Вас расшукает имеющие сотни... Я так понимаю это сотника. Медведь Толик сотника расшукает біля relatambling, Я хочу ответить по поводу помещения, мне пишут, какое нам нужно помещение, возле Майдана нам нужно помещение, чтобы там был хороший интернет, потому что если будет хороший интернет, мы сможем, во-первых, хорошо монтировать и делать прямые трансляции, то нам будет намного удобнее, потому что у нас рвется интернет, мы не можем адекватно и качественно показать вам картинку, а сильно хочется, более того, поймите, это очень важно для Европы сейчас, потому что спильный ТВ видят очень многие европейцы, диаспора, которые влияют на принятие решений, к сожалению, другие каналы блокируются с Украины, поэтому я знаю точно, что в Германии показывают только спильный ТВ, ни экспресса, ни громадского, ни пятого, ни двадцать четвертого, вообще ни одного канала нет, поэтому у нас есть переводчики, если есть еще желающие переводчики помочь нам и рассказать все, что здесь происходит на разных языках, пожалуйста, обращайтесь на спильный ТВ, пишите на почту, там есть телефоны, обращайтесь, пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь, чтобы европейцы наконец-то узнали, что здесь происходит, нужно это объяснить на понятном для них языке. Время от времени здесь активизируется Беркут и, конечно, получает сразу же ответку со стороны повстанцев, я бы называла это сейчас именно так, это уже не просто митингующее. На самом деле люди хотели митинговать, лично я шла в Верховный Совет, у меня не пускали на мирную демонстрацию. Видите, где написано, в каком документе, где в Конституции написано, что мы не имеем права на демонстрацию. Вот как только мирный вариант был невозможен, потому что на него никто не реагировал, более того, его даже не давали возможности реализовать, вот начались силовые действия. Сначала два месяца ни одна машина не сгорела, было все мирно, люди танцевали, пели песни и просили прислушаться к их просьбам. Но, к сожалению, на мирную демонстрацию власть Украины не реагирует, а власть, которая очень сильно завязана сейчас с криминалитетом, реагирует только на силу. И люди, которые никогда в жизни не воевали, люди, которых нету таких навыков, посмотрите, все как один мужчина начали защищать Киев. Выдеваем недалекости, а вот как пули, а вот и право на правоопределение. Так, а вот, я бы хотел, что ты купил мало право на правоопределение.